Музыка 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 Ну чё Пока все спят Мы тут пришли В Зойкиной квартире-то Видали чё? На самое своё любимое романтическое место Это Наше место это помойка Зойка Она нас не отпустила гулять Она очень строгая Строгая и очень строгая Она сказала что локдаун Выходить нельзя без масок без перчаток А мы так не любим на помойке Не любим? Нет Вот Поэтому мы пришли понюхать мусор Кажется папа проснулся Ё-моё Ой Прячься скорей Давай Всем привет Я кофеёк пью Перечитываю книжечки свои любимые Люблю я баловаться Радзинским Я бы так сказала Если можно про него так сказать Сейчас вам покажу Смотрите С собой в дом отдыха Давно возила эту книгу И Колька смотрите что мне нарисовал Был совсем маленький Какую-то наскальную живопись Я его спрашиваю что это такое Он говорит я не знаю Представляете Вот так вот в книге мне оставил Своя автор Повсунули Я увидела когда Ну я забыла честно говоря Да Вот так вот Вот так вот дети Дети Я кстати тоже В детстве На парочку книгах Оставила тоже Свои отпечатки Наскальную живопись Кто в детстве тоже Таким же баловался И страдал В общем я перечитываю Свои любимые Всякие книжки Интересные Такое время немножко Для себя Вот конфетку Ем любим Очень люблю я эти конфеты Московские Москвичка Да Карамель москвичка Они называются Очень мне нравятся А вы какие конфетки любите? Фея Фея Фея, тебе нормально? Тебе нормально, Феюнь? Папа над тобой издевается Да? Накрыл тебя Тимошиной футболки Снять ООООО Трифея... Сätteruna футболки Мне все пофиг Смотрите, сейчас покажу Я уже давно ходила в Марквит И купила вот для кнопочки такие Капельки Бриллиантовые глаза называются Сколько стоит не помню Потому что куда-то выкинула чек Значит, ну тут ценника нету Значит, вот такую вот игрушечку купила маленькую, но вообще-то эту я игрушечку кнопочки купила, не знаю, мне кажется, фея ее съест. Тут есть дополнительные вот эти вставлять штучки в эту игрушку, да, там специальный есть такой зазор, в общем, можно открыть и его, в общем-то, вставить специально, потому что они все равно рано или поздно их сгрызают. Вот, и вот такого купила тоже, тут тоже с пищалочкой, но сюда не вставляется тироль, видите, 285 рублей она стоит, и она такая тут пищит, вот фея уже нравится. Вот такая, кто это? Ну, игрушка для собак. Что тут написано? Это лисенок, спящий лисенок, наверное. Сейчас я тебе дам спящую. И вот такое легкое говяжье купила, но оно не очень что-то дорогое было, в пределах 200 рублей, да. Вот, такие тут меленькие кусочки. Сейчас мы будем с вами вместе угощать фею и давать ей игрушку. Ждешь, фея, да, ждешь? Я думаю, что тебе сначала дать, вкусняшку? Вкусняшку тебе сначала дать, фея? Вот, говяжья легкая. Держи, фея. Вот. Фея угостилась. Мне надо фею причесать. Что-то мне, что-то я себя плохо чувствую, никак у меня до нее не дойдут руки. Перечисать ей надо бантик, дому хорошая. Ну что? Ну, она теперь будет долго мутузить. Это легкое. Хотя оно, в общем-то, да, вот, слышите, она его грызет, оно такое мягкое по своей консистенции. Ну, легкое оно и есть легкое. Вот, смотрите. Сейчас она его сгрызет. Димуха, Олесик. Ой, Димуха, грызлик. Сейчас она его сгрызет. На хулигане тут нет на диване, конечно. Но я думаю, что она сейчас все съест. Все. А вот еще у тебя крошечка осталась. Нет? И из тех собак, которые крошечки не доедают. Ей это не нужно. Она не занимается ерундой. А теперь... Лисенка-фея утащила. Все, будет теперь играть. Вот удобно, потому что его можно вот так вот прям, она за него зубами вцепится. Можно потянуть. Классный лисенок, удобно. Вот кнопка так не очень играет, а фейка любит тянуть. Так, еще мне мама купила на шоппинг-лайфе вот такие. Подарила тоже мне. Потому что она знает, что сейчас уже холодно. Я терпеть не могу носить шарфы. Не знаю, как вы. Я либо с голой злоткой, либо вообще. Либо водолазка. У меня варианта два. Поэтому Алатете. Вот. Алатете. Такая фирма. На шоппинг-лайфе продается. Такой терракот. Я, кстати, люблю терракотовый цвет. Он классный такой, приятный. Ну, в общем, такая, в общем, вот водолазочка. Водолазочка-кофта, как ее назвать, да? С таким вот горлом. Горло такое тут вот. Ну, смотрите. Я люблю такое горло двойное. Мама знает, что я люблю вот такие кофты. Сверху быстро одеть куртку. На ноги уги. И все. И вообще, и уги я ношу на головную ногу. На свитера я тоже ношу на голое тело. Ну, то есть, да? Как бы на голое тело, на лифчик и вперед ура из песни. Сверху куртку. Там какие-то штаны желательно. Чтобы они были на подкладке. Чтобы это было максимально быстро. Потому что я часто выбегаю на улицу. Тимофу куда-то вожу. В общем, чтобы это было мега быстро. Кофту натянула. Быстро впихнула себя в куртку или пальто. И убежала, убежала по делам. Поэтому горловина в такое время года я люблю. Шарфы мне некогда. Потому что вот этот шарф вот этот вот туда сюда. Потом горловину я вам хочу сказать. Сейчас я вот это вот. Сейчас вот это вот. Сейчас вот отрежу. Горловину. Понимаете? Горловину. Почему я за то, что... Некоторые не любят горло. Они считают, что горловина их душит. Я люблю и обожаю. Потом горловину можно двумя способами. То есть горловину можно подвернуть вот так. Обычно, да? То есть в два раза. А можно ее подвернуть вот так в три раза. То есть она уже опустится. Она будет ниже. И вам будет уже какой-то зазор. Удобнее будет и дышать. В общем, я по-разному ношу. Если я куда-то с Тимошкой прихожу, то ее горловину вот так вот закатываю поменьше. А когда холодно, то побольше. Так в два раза. Иногда вообще ее можно поднять. То есть как бы дело уже... Спасибо маме. Не забыть себе новую ковчу купить. Я привыкаю к старым вещам. И не могу от них избавиться. Вот такую же вторую мама мне купила. Только тоже вот эта вот фирма. А вот эта... Только она уже... Как вы видите... Другого цвета. Другого цвета. Я уже отрежу этикетку. Ты даже не примеришь. Нет, я даже не примеришь. Потому что я и так вижу, что все нормально. Так. Вот. Ну вот такого цвета. Тоже тут горловина. Тоже тут вот рукавчики. То есть это одежда этой фирмы на Шопинг Лайфе. Есть она до... Мам, не помню. Ну, по-моему, она до 62-го или до 64-го размера. Ну, только это... Да? До 62-го и до 64-го. То есть там вот такие большие размеры есть. Вот так вот. Так что вот теперь буду носить, сейчас пойду поглажу, буду носить кофты. И дальше, мам, не помню, гоналку клёвую. Это уже на Вайлдберрисе. Как он правильно называется? Лонгслив с принтом. Сейчас покажу, покажу, покажу. Смотрите, лонгслив с принтом. Сейчас у него получше поглевать. Вот с таким принтом, да? То есть это сакура и журавли. Журавли летят в Китай. Только ты не улетай. Вот. И на втором рукаве тоже там у них, по-моему, до 64-го или до 64-го. До какого размера, да? Это большого размера. Там есть большие размеры на полную женщину. Вот с 46-го, по-моему, это лимейка идет, да? И больше. Ну, там есть и более маленький размер просто, да? Сетка для более крупных женщин. Она там, соответственно, идет с 46-го, что-то, по-моему, размер. Вот. И на рукаве, видите, вот тут журавель. Журавль. Значит, на рукаве тоже. Вот так вот. Так. Вот эта фирма Амальт называется. Вот так. Вот так что, все. Теперь я одета. Одета, не раздета. Все, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот такие вот подарочки. Еще бабушка Тимошке передала вот такие вот мини-печеницы. Фирмы Seven Days. Смотрите, какие милые. Сейчас откроем их, посмотрим, что там внутри. Так, вот так внутри выглядит коробочка. Смотрим, да? Смотрите. Сейчас мы ее достанем. Расчехлим. Вот так вот вам сделаю, чтобы понятно было, да? Вот такой вот печеница внутри там какая-то... Внутри какая-то вот штучка-то. Ну и такой хрустящий. Короче, это печеньем, а внутри там такой кремчик. Ванильный крем вкусный, кстати, прикольный. Чай попить вообще красота. Так что, если кто-то не покупал, вот это вроде новинка. Поэтому обратите внимание. Увидите, попейте чайку. Это и салатик. Сейчас заправим. А чем заправлять? Ну, сметаной? Сметаной. Сметаной. Это Марат порезал. Тимошки-то, или тут одинакового размера все? Не всех кто-то. Ты голоднее всех? Не может быть. Голоднее всех Коляна. Он всех сыром навел пельмени. Всем привет. У меня примерка опять произошла на кухне. Я вам немножечко покажу вот этот свитер, который мне подарила мама. Ну что, цвет мне идет. Маме большое спасибо. Что я еще хочу сказать? Вот почему-то странно. Напиши мне, мам. Вроде я так поняла, размеры у кофты одинаковые. Потому что я уже ценники оторвала. Размеры одинаковые. А зеленая эта кофта, она намного уже. У нее почему-то уже горловина. И такое впечатление, что у нее состав то ли там больше добавлено натурального волокна, то ли чего. Потому что вот этот материал, он больше тянется. И он, ну так, я бы так сказала, поудобнее. Вот так, поудобнее мне показался. Хотя, если еще чуть-чуть схуднуть и в ту кофту я, нет, я влезаю в ту кофту, просто она почему-то, она даже мне по росту, ну, гораздо ниже меня. Потому что у меня высокий рост. Мне нужно тоже, чтобы мне хотя бы верхнюю часть бедра как бы, да, хоть хотя бы чуть-чуть прикрывала. Потому что когда не прикрывает, я, ну, нет, я нормально себя чувствую, но это некомфортно вообще. Вообще, конечно, если вы полная, например, да, хорошо бы прикрыть зону паха, потому что когда у вас зона паха открыта, это нехорошо. Но эти кофты я ношу обычно куда-то в магазин, как гулять, то есть так быстро разделась, оделась, быстро одела пальто, быстро одела, там, муховик, шубу, там, в общем, что, поскольку я с Тимофой более-менее не бегаю туда-сюда, у меня такая вся одежда. Быстро, 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 и, в общем, все равно, все равно дети гуляют, от этого никуда не деться, одного Тимофея гулять не отпускали. Это самый главный мой аргумент. Спросите, почему и зачем, это вообще даже не обсуждается в нашей семье, детей одних отпускать до определенного возраста, просто упомянуть, да. Муж, кстати, вот один гулял, да, меня не отпускали тоже одного гулять, и я считаю, правильно делает, потому что, честно, вот за порогом своего двора и всего остального, ну, только одни приключения на своем доме. У нас дети не разные, дети были с некоторой страны, из разных семей, в общем, все. Поэтому, все равно, у него немножко ограничено много общения, у него сейчас вообще много общения, происходит практически только в интернете. Так, что еще? Все? Все? Пойду немного прогуляю, досмотрю, как будет мой кашель. Вроде ничего, но что-то не было. То, что после прогулки станет, не стало бы хуже, потому что я в тот раз тоже, у меня уже все прошло, я вышла погулять, и как будто все откуда-то вверх подняло. Вот так вот. Сейчас пойду. Попытка номер два. Так, ну что, я решила, что пока у нас достаточно жарко, да, там плюс 12, вот, поэтому, вот, показываю вам вот эту кофту. Тут эта кофта чуть пошире, поэтому она в талии, но все равно она более-менее так притает. На моей приталии, на моей приталии, она сидит приталии. Вот, вот так вот. Значит, тут журавли, журавли. Журавли, вот тут тоже журавли. Жу-ра-ли-ли. Поводился журавель. Как там у Тимошкиного музыкала? На зеленую конопель. Конопель. Поводился. Ой, так, все, я собралась и собираюсь отчаливать. Пойду гулять, наверное, так, все-таки. Все, так, что еще тут у нас? Клубничный кисель. Кисель клубничный. Клубничный кисель, любите? Нет? Вот, мам, спасибо тебе за кофту. Вот, это прям клевое, мне нравится, классное. Это вообще, вот эти кофты из козы с эластаном, да? Мне кажется, они все их любят, да? Потому что они как вторая кожа на вас сидят. Вообще, просто классные кофты. Футболки, кофты, ну, в общем, у кого чего, да? У кого даже для дома тоже такая, в общем, танец. Ну, все. Наверное, мы сейчас с Тимошкой заизолируемся. И я вам сниму тогда Соберлик помады. Вроде все, что могла, все взяла. Сейчас выпечу. Соберлик. Все это пишет. Здесь Силек. Просто выпила много всяких пила. Ну, не выпила. Громко сказано, я выпила. Я вообще не пью. Значит, пила много лекарств, поэтому теперь отпиваю Сусилек. А сама мне его варить не охота. В целой коре. Я ничего не выпиваю. Все. Сейчас попробую Тимошке в эти дни изменить немножко питания. Надеюсь, у меня это получится. Он не будет сильно сопротивляться. Потому что надо чуть-чуть похудеть. Мне тоже будет мешать. Ну, в общем, нам всем. Особенно говоря. Вот. Так что... Сейчас я чувствую там вообще гулянтик. Ну, ладно. Я с ним справлю. Как-нибудь одно я с ним. Впрочем, спроще. Справиться. Все. 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 Все подробности в следующем блоге. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!